С открытия европейской торговой сессии и евро, и фунт демонстрируют явный отскок после вчерашнего снижения. Однако уже видны признаки того, что этот процесс замедляется. Судя по всему, до открытия американской сессии валютный рынок уйдет в ярко выраженное боковое движение в ожидании целого ряда макроэкономических данных. Больше всего сейчас обсуждаются данные по ВВП Соединенных Штатов в первом квартале. Однако именно эти данные, скорее всего, никак не повлияют на рынок. Дело в том, что публикуется вторая оценка ВВП, которая должна совпасть с первой, показавшей, что спад экономики на 2,4% сменился ростом на 0,4%. Инвесторы давно учли эти данные в стоимости доллара, и ничего нового они принести не должны. Данные же по заявкам на пособия по безработицы тоже мало на что повлияют, так как количество первичных обращений должно сократиться всего-навсего на 19 тысяч. Но все могут изменить заказы на товары длительного пользования, которые должны увеличиться на 0,7%. Рост, конечно же, кажется несущественным, но все указывает на дальнейшее восстановление потребительской активности. Именно она и является главным фактором роста американской экономики. Иными словами, данные по заказам могут показать, что темпы роста экономики будут лишь ускоряться, что, конечно же, способствует укреплению доллара. Валютная пара EURUSD так и не сумела с первой попытки пробить ценовой уровень сопротивления на отметке 1,2250. Это в итоге привело к замедлению восходящего тренда и откату в направлении уровня поддержки 1,2180. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть замедление цены в пределах текущего диапазона 1,2160-1,2180. Эта картина очень напоминает сценарий, который был 19 и 23 мая. Поэтому с наибольшей долей вероятности европейская валюта вновь немного уступит доллару и попробует пробить уровень сопротивления. А вот валютная пара GBPUSD продолжила движение в границах заданного бокового канала 1,4120-1,4240. Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что в период азиатской сессии была попытка пробиться ниже ценового диапазона, что открыло бы дальнейшее укрепление фунта. Но этого не произошло. В данной ситуации, как прежде, рассматривается отскок от района 1,4120 по направлению к отметкам 1,4170-1,4230. Возможно, цена останется в этом ценовом диапазоне и после выхода новостей из США вплоть до понедельника. О том, как будут дальше развиваться события, вы узнаете из наших следующих выпусков финансовых новостей на канале Инстатв. В студии была я, Анна Касаткина. Всего вам доброго, до свидания!